Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сейчас мы с вами в стране безопасности, где будем учиться простым правилам безопасного поведения в любой жизненной ситуации. А помогать мне будет Спасайка, но с ним я вас познакомлю чуть позже. А пока хочу представить наших сегодняшних героев. Арсений и Арина третьими вступили в борьбу в стране безопасности и смогли заработать за три дня соревнований уже 27 баллов. Это просто блестящий результат. Но впереди осталось еще одно испытание, а дальше возможен и выход в финал. Многое будет зависеть от сегодняшней игры, так что пора начинать. Ребята, привет! Привет! Я очень рада нашей новой встрече. И хочу рассказать, что вы подошли к последнему испытанию. Если окажетесь на высоте, то впереди вас ждет еще множество интересных встреч. Вам, наверное, интересно, с какими результатами вы и ваши соперники подошли к четвертому дню соревнований. И сейчас Спасайка покажет нам турнирную таблицу. Все внимание на экран. Вы играете очень хорошо, но расслабляться не стоит, потому что главные сюрпризы нас ждут еще впереди. Сегодня мы выбирать с вами ничего не будем. У нас осталась лишь только одна непройденная категория. Это опасные игры. А как вы думаете, в каких местах ни детям, ни взрослым играть запрещено? Атомная станция. Лед. Водоемы. Крыша. Блин. А, дорога. Возле дороги, вот если бегать, можно упасть. Конечно, все правильно. Это одни из опаснейших мест, которые нас с вами окружают. Вы правильно ответили на мой вопрос. И за это я вас награждаю бонусным баллом. Ура! Ура! Бау, сегодня. Это уже 28. Ну, погода. Но, пожалуй, самое опасное место, которое нас окружает, это проезжая часть. Ежедневно там происходит множество дорожно-транспортных происшествий, в результате которых страдают люди и нередко дети. Для того, чтобы ничего плохого с вами на дорогах не случилось, нужно быть внимательными и знать простые правила поведения на проезжей части. И время приступать к нашему первому конкурсу. Для того, чтобы помочь отвечать вам сегодня на мои вопросы, я предлагаю посмотреть мультфильм. Смотрите внимательно. Ответы на все сегодняшние вопросы там есть. А сейчас, друзья, мы отправляемся на прогулку. Среди всех опасностей, которые могут подстерегать вас на улице, одна из самых серьезных связана с машинами и проезжей частью. Взрослые эти ситуации называют дорожно-транспортными происшествиями. Поэтому всегда будьте очень внимательными и осторожными возле автомобильных дорог. Не играйте и не забегайте на проезжую часть. А на другую сторону улицы переходите только по пешеходным переходам. Самым безопасным местом для этого является подземный переход. Если подземного перехода поблизости нет, воспользуйтесь ближайшим наземным пешеходным переходом. Прежде чем переходить дорогу, обязательно убедитесь, что загорелся зеленый сигнал светофора. Затем посмотрите налево и направо. Начинайте переходить только после остановки всех машин. Я уверен, что мои советы помогут сделать ваши прогулки приятными и, самое главное, безопасными. До новых встреч! Ребята, я надеюсь, что мультфильм вы смотрели внимательно и запомнили советы спасайки. Итак, мой первый вопрос. Как правильно переходить проезжую часть? По пешеходному переходу и сначала посмотреть светофор, а потом посмотреть налево и направо, а потом идти уже. Или если нет шеходного перехода, то есть подземный и можно пройти. Молодцы, ребята! Вы правильно ответили на мой вопрос. И зарабатываете 3 балла. Поздравляю вас! Ура! 3 балла! Уже 31! Ну а время переходить к нашему второму испытанию. Из трех вариантов ответа на мой вопрос вам нужно будет выбрать верный. Сделайте это за максимально короткое время. Итак, вопрос. Какой переход самый безопасный? Вариант номер 1 с зеброй. Вариант номер 2 подземный пешеходный переход. Или вариант номер 3 со светофором. Подземный переход? Ну, подземный переход. Конечно же, подземный. Он безопаснее всего. На нем не ездят машины. И на нем нельзя там, не знаю, там что-то. Нем нельзя задавиться. Умницы, ребята! Конечно же, это подземный пешеходный переход. И за правильный ответ вы зарабатываете 2 балла. Вау! Ура! Ребята, ну и напоследок загадка. За правильный ответ на которую вы можете заработать 3 балла. Но отвечать не спешите. Если ответите неправильно, то 1 балл я у вас заберу. Готовы? Да. У него суровый норов. Длинный, толстый, словно боров. Он залег у перехода, защищая пешехода. Сколько? Может быть, это лежачий полицейский? Лежачий полицейский. Молодец! Правильно, это лежачий полицейский. За правильный ответ вы заработали 3 балла. Ура! 3 балла! Уже 36 баллов. Ну что ж, пришло время подводить итоги. Давайте посчитаем, сколько вы заработали баллов. Вспоминайте. Бонусный. Бонусный 1 балл. У меня 1 бонусный 3 балла. 1 бонусный, еще 2 балла. И еще 3 балла. Я ничего не поняла. 9 баллов всего. Я уже посчитал. Итак, в первом конкурсе вы заработали 3 балла. Плюс 1 бонусный. Во втором ваша копилка пополнилась еще на 2 балла. Ну и в третьем 3. Считаем, сколько получилось? 9. Правильно. И сейчас Спасайка внесет этот результат в таблицу. А ровно через неделю в борьбу за звание экспертов по детской безопасности вступит 4-я команда. Так что скоро увидимся. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова